Галоперидол, азолептин, да здравствует мир моей психбольницы! Галоперидол, азолептин, да здравствует мир моей психбольницы! Всем привет, дамы и господа, леди и джентльмены! Итак, мы начинаем. Так какая же у нас сегодня тема? Может быть, может быть, феназепам? Может быть, феназепам такой? Или даже, может быть, такой? Может быть, ну ладно, такой, новый? Нет, может быть, такой? Нет, может быть, тогда уж такой? Такой-то вот, такой-то, таким можно убить, нахуй, кирпичок. Или, может быть, даже вот такой, феназепам, тоже феназепам? Нет, ребята, сегодня мы поговорим про Галлоперидол. Тут будет написано Галлоперидол. Вот, Галлоперидол, к сожалению, или к большому моему счастью у меня его нету, этой упаковки. И, конечно, я расскажу вам в середине или в конце видео о своем опыте с Галлоперидолом, но, но, но в начале, конечно же, введение для зануды, так сказать, мать, мать ее часть, мать часть. Итак, Галлоперидол, антипсихотик, производная Бутирофенона, разработан и испытан в 1958 году в бельгийской компании Джессен. Применяется при шизофрении, маниакальных состояниях, бредовых расстройствах, олигофренических, инволюционных, эпи-силформных, алкогольных психозах и других заболеваниях, сопровождающихся галлюцинациями, психомоторными возбуждениями. В случае алкогольного делирия со зрительными галлюцинациями, под влиянием галлоперидола быстро наступает моторное успокоение и исчезает те самые галлюцинации. Существует пролонгированная форма препарата. Галлоперидол Деканоат. С возможностью однократной инъекции один раз в четыре недели. Это, конечно, одище, одище, ебаное. Другие названия, торговые названия. Галлоперидол, халлоперидол, халдол, галлопер, сенорм, апогаллоперидол, галлоперидол, галлоперидол, ратифарм, галлоприю, депидол, новоперидол, ридол, сенорм, галлоперидоладеканоат. Для описания действия галлоперидола, сильное антипсихотическое действие, сопровождающееся выраженными острыми неврологическими расстройствами, применяется термин «химический шок», сходный с терминами «инсулиновый шок» и «электрошоковая терапия». То есть, так сказать, грубо говоря, грубыми словами, эта таблетка вырубит вас, как, ну знаете, раньше, в старину лоботомии и электричество в голове, вот в таблетированной форме. Это самое жёсткое, что есть. Нет, есть и жёстче, но это из популярного. Популярного – это самая лютая вещь. Поэтому, ребята, я вам сейчас немножечко расскажу про галлоперидол. В часах 17.22, и это значит, что пришло время рассказать вам про галлоперидол. Галлоперидол применяется в медицине, в психиатрии, только ли, но не только ли. Также во всяких различных вытрезвителях, где приходят люди с белой горячкой в народе, потому что он называется делирий или делириум. Потом, когда людям видится уже от алкоголя отрезкой, кстати, делирий появляется отрезка отмены алкоголя, когда ты пьёшь, 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 неделю пьёшь, а потом взял резко и не выпил, не похмелился. И тогда вот белая горячка начинается не тогда, когда вы очень долго пьёте, а только тогда, когда вы резко бросаете. Ну, у вас резкий синдром отмены, и у вас нету бензодезепиновых транквилизаторов, чтобы правильно заменительную терапию себе подобрать, чтобы правильно сойти с этого всего дела. Чтобы правильно подобрать себе заменительную терапию, те же бензодезепиновые транквилизаторы, те же фенобарбитал, циклобарбитал, бензобарбитал, тот же самый фенибут, пожалуйста. Но нет, человек просто бросает пить и думает, что я бухал, значит, месяц, и будет всё нормально. Нет, у него развивается алкогольный делирий, белая горячка в народе, и просто вид галлюцинации и вообще всяких чертей и так далее. То есть это ужасно, это никому не пожелаю. Я, к счастью, такого не видал. Делирий видал, белую горячку не видал. Вот так, можете и сами подумать из этого, и вы делаете вывод, что же я видал, почему же я, а почему не видал. Ну, потому что я не очень люблю пухать, и поэтому я, как бы, и, соответственно, алкогольные все его прелести не очень на себе испытал. Ну и вот, собственно говоря, применяется он в психиатрии давно, и очень, я бы сказал, успешно, но одновременно с этим очень небрежно. Любому человеку, у которого, его нужно колоть именно при галлюцинациях и шизофрении, причём острый. А его назначают, ну, всем подряд, ну, лёгкий человек с тревожным расстройством, биполярным расстройством, всем вот в бесплатных этих больницах, всем вот так вот эти врачи, которые, извините меня, врачи, которые, может, смотрят в белых халатах, вот так вот всем галоперидол, галоперидол, галоперидол. А что из себя представляет галоперидол? Это нейролептик, который вызывает экстра-перимедалку, в нашем народе это называется пирамидка. Это когда тебя начинает заламывать, вот так гнуть с тебя всего, настолько заламывать, что ты можешь реально себе сломать, ну, лишь от потянуть, и у тебя будет реальная травма, или даже, может быть, смерть. Если, если, конечно, заведомо умный врач не дал себе таблетку циклодола, даже лучше две дать, в случае с галоперидолом, уж очень сильно экстра-перимедальное расстройство вызывается, и это и тремор рук, начинается тремор рук, заключивание языка во рту, он может туда залететь, потом начинается всё тело. Это ужасное состояние, это невозможно, и против этого есть корректоры, которые нужно давать одновременно с приёмом галоперидола. Но почему-то у нас любят какого-нибудь новоприбывшему человеку просто вколоть галоперидолчика и всё, и уйти. Типа, всё, давай, спи, отдыхай. А галоперидолчика в сон не клонит. Ну, как бы, ну, клонит, ну, такое, он как бы больше тебя делает овощем таким. Конечно, он тебя сделает овощем не быстро, в глобальном смысле. Он тебя больше делает овощем таким, типа, ну, вот, как бы, ну, да, и чё, чё, чё ты, слюна течёт, тут я лежу, галлюцинати уже не вижу. А потом начинается самое плохое, вот эти все заломы. Поэтому, ребята, циклодол всегда говорите врачу. Если вдруг попали в такую плохую ситуацию, что вам галоперидол дают или колют, всегда требуйте корректор. Корректор нужен всегда. Не только циклодол, но бывают другие корректоры, но циклодол самый популярный из их ряда, ряда корректоров. Так что, дамы и господа, я вам обещал вначале рассказать о своём опыте применения галоперидола. Да, да, было дело по ошибке очень давно, по врачебной ошибке мне дали галоперидол. Но, что я вам могу сказать, это просто... Они мне дали как снотворное, они думали, ну, снотворное, успокойся, поспите, поспите, нормально всё будет. Белые халаты носите, вам не стыдно, а? Вот, ребят, я не злой человек, я добрый очень, ну, правда, но меня просто иногда вымораживают врачи, которые... Ну, ладно, я даже не буду говорить, зачем нам какая-то блокада Ютуба, да? Вот, и потому что... Думают, вот он человек на колках, следующее, кстати, видео будет про соли. Вот, наверняка он сам весь в туннелях употребляет, что-то тут ещё базарит. Да я больше вас знаю. Ребят, ну, правда, ну, некрасиво это. Ну, это называется невежество, неврачебная этика. Вот, так что мне дали, да, укол голоперидола, чтобы я поспал. А в итоге у меня просто вот так вот на кровати открутился, 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 открутился. Не мог заснуть, и мне было очень плохо, и очень неуютно, потому что нейролептики это самые, так сказать, антикайфовые препараты. То есть, если вы хотите кайфануть, то ни в коем случае не используйте нейролептики. Хотя, предупреждаю вас, что кайфануть ни в коем случае нельзя, нужно обратиться к своему лечащему врачу. Вот, и голоперидол это такой у нас, так сказать, как и аминозин, как и диазифам, такой главный столб. Столб медицины, когда дают его правильно, когда его дают, это да, это круто, это хорошо. Это очень важное вещество, и то, что оно разработано и действует до сих пор, это очень хорошо. Но поймите, ребята, вышло уже дофигища других препаратов, а до сих пор используют галоперидол, и это вообще, ну вы только вдумайтесь. 1958 год. А в своей очереди, я хочу сказать вам, подписывайтесь на канал, чтобы не крутить следующие видео на злобу дня этого поганого. Я сам сказал всё, потому что здесь, на последние предыдущие видео, там уже 53 видео просто про все препараты мы обсуждаем, я их обсуждаю, разбираю их по полочкам, и просто разношу их, и поставь, ну хлам. Потому что надо, надо, надо знать. Знание — это сила. Поэтому подписывайтесь на канал, как я сказал ранее, это очень важно. Донайте мне по ссылочке в описании, может 50 копеек, можно рубль. Обязательно подписывайтесь на канал, повторяю, колокольчик, все дела. Но это нужно, правда, для продвижения канала, чтобы контент был сюда ещё лучше. Он будет ещё скоро бомбой, бомбой. Мы будем снимать фильмы, мини-фильмы, брать интервью всяких наркоманов, бывших и нынешних. Прямо вообще гон за журналистика попрёт. И, ну, конечно, выпуски будут фандартные, вот, о веществах. Но, поэтому покупайте мерч, мерч, разговоры о фарме. Пожалуйста, кенгурушка согреет вас этой зимой. Пожалуйста, сзади можно написать, что хотите, ксанокс. Можете написать, галлоперидол. Я ненавижу галлоперидол, например, впереди. Вот, и, конечно, разговоры о фарме где-нибудь мы прикрепим. Но если вы очень не закатите, мы не прикрепим. Так что заказывайте, это стопроцентный хлопок, и стоит он всего 2 999. Поэтому заказывайте. А также у нас в магазине появились футболки и рубашки по дешёвой цене. Если вам не хватает вдруг на целую толстовку разговора о фарме, но вы хотите приобщиться к сообществу, пожалуйста, пишите мне. Мой контакт пока закрыт, ссылочка в описании будет на мой Телеграм и на мою группу во ВКонтакте. Вступайте. Через 3 дня я появлюсь в ВКонтакте, а в Телеграме я всегда. Поэтому будет ссылочка на мой Телеграм, на мой контакт, на мой Сбербанк. Если каждый, конечно, скинет по 50 копеек, по рублю, неважно. Главное, ну, внимание. И тогда я открою свою аптеку, я вам это обещаю. Ни на что другое я это, я буду копить ваши донаты, даже буду показывать вам эти стопочки ваших рублей. Вот это рубль, 10 рублей. Вот, это будет на нашу с вами аптеку, на современную прогрессивную аптеку в России. Ну и, конечно, что же, ребят, не болейте, не заходите на такие видео, если вы не болеете. Я искренне вам этого желаю. Ну, надеюсь, я вам в чем-то помог. Поэтому ссылочки все в описании. Давайте, следующее видео уже не за горами. И оно будет далеко не про галоперидол, а про что-то более интересное, современное и, к сожалению, разрушающее. Так что... Аллилуйя. Галоперидол, азалептин, да здравствует мир, в моей психбольнице. 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 Там меня бьют и волши уличают, Здесь меня лечат и уважают. Галлоперитол, азалептин. Здравствует мир в моей психбольнице. Галлоперитол, азалептин. Здравствует мир в моей психбольнице. Вкрыть мне еще кубика три, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok